Коллеги, добрый день. Давайте проверим звук, как нас слышно, как нас видно. Пишем комментарии, ставим огонечки. Юрий, я тебя слышу, я тебя вижу. Ты как меня слышишь? Отлично, я тоже. Вот коллеги пишут, что все слышно и ставят огонечки. Это отлично, тогда давайте начинать. Коллеги, еще раз добрый день. Рады приветствовать вас на нашей серии вебинаров. Сегодня мы с вами поговорим про исходные данные, а также про тему, про анонс, про который мы рассказывали на первом нашем вебинаре. Это розыгрыш технологического проектирования от компании Axialot. Спикером сегодняшнего мероприятия буду я, Жданов Юрий, менеджер по работе с клиентами, а также мой коллега Александр Крупаков, руководитель проектов по технологическому проектированию и консалтингу. Итак, наш вебинар будет состоять из нескольких частей. В вводной части мы поговорим про наш конкурс. Далее мой коллега уже в основной части раскроет тему нашего мероприятия более подробно и разберет ее по полочкам. Ну и в самом конце мы, конечно же, ответим на ваши вопросы и объявим победителя конкурса. Ранее мы уже, как я сказал, проводили вебинар по технологическому проектированию, на котором рассказали вам, что такое технологическое проектирование, за чего оно нужно, как он выполняется. И если кто-то по каким-то причинам не смог присутствовать на данном вебинаре, то на экране есть QR-код, по которому вы можете пройти по ссылочке и, соответственно, посмотреть этот вебинар на нашем YouTube-канале. На первом, как я уже сказал, вебинаре мы анонсировали наш конкурс от компании ExoConsult. И в первую очередь я хотел бы выразить всем благодарность, всем участникам конкурса. Мы получили очень много заполненных анкет, заполненных форм. Вас было достаточно много. Это очень лестно, очень приятно. Значит, вы следите за нашим вебинаром, за нашими мероприятиями. Это показывает вашу увлеченность и нашу работу. Тогда, наверное, мы перейдем к основной части, где расскажем про полноту заполнения исходных данных, про профилирование товарных потоков и запасов и также про расчет целевых значений для будущего склада. Александр, тогда я передаю тебе слово. Ты как эксперт, принимай. Спасибо. Принял палочку эстафетную. Коллеги, всем добрый день. Рад всех приветствовать. Судя по таймингу, на мою часть отведено 25 минут. Как вы помните, данных мы с вами собирали много. Мы их сегодня должны будем каким-то образом, вполне понятным образом, так скажем, причесать и профилировать. Вот, поэтому постараюсь сегодня довольно быстро рассказать. Возможно, буду где-то что-то проскакивать. Но постараюсь на основных аспектах, которые самые важные для профилирования товаров, все-таки задержаться чуть подробнее. Итак, чего же нам, в принципе, нужно знать для того, чтобы профилирование произвести? Ну, как вы помните, мы собирали данные в Excel, поэтому и дальше мы будем сегодня не пользоваться какими-то сложными программами типа Power BI. Сегодня будем именно инструменты Excel использовать. Итак, что же нам понадобится? Нам с вами точно нужно знать, что такое копипаста. Даже останавливаться не буду. Мы должны точно знать, что такое фильтр и сортировка. Напомню, что сортировка нам отсортировывает все нужные нам ячейки в нужной нам последовательности. А фильтр, он показывает только те ячейки, которые мы хотим видеть. Это стандартный экселевский инструмент, соответственно, его вы тоже знаете. Плюс-минус он может разделить. Еще проще, чем копипаста, да? Тоже простая функция, простой инструмент. Это мы должны уметь из множества чисел, либо, скажем так, в контекстном меню, да, внизу строки, видеть минимальные, средние, максимальные значения выбранного диапазона чисел, либо же уметь строить формулы, которые нам из всего множества показывают, минимальная, средняя или максимальная. Чуть сложнее инструмент – это ВПР. Я на форумах 2, 3, 4 буду на этом инструменте останавливаться, чтобы чуть детальнее пояснить, что он делает. Но, уверен, большинство из вас уже о нем слышали. Сводные таблицы – тоже важный инструмент, который нам как раз основной будет для профилирования товаров. То есть все предыдущие, все предыдущие инструменты – это подготовка, а сводные таблицы – это как раз представление наших данных в разных разрезах. Это и есть профилирование. Ну и для визуализации большого массива числовых данных, для простоты визуализации применяются графики. Поэтому последний инструмент, который нам сегодня пригодится – это умение строить графики на базе каких-то чисел. Итак, проинструментарий прошли. И теперь идем к проверке полноты заполнения данных. Если именно вы выгружали данные и вы заполняли таблицы, то, в общем-то, вы уже понимаете, что у вас в таблице есть и насколько эти данные полны. Но если для вас выгружал финодел или бухгалтерия или еще какое-то подразделение, то вы уже должны проверить полноту данных в таблице. Итак, у нас с вами здесь я специально кирпичным цветом выделил те колонки, которые прям обязательно должны быть заполнены. Да, проговорю следующее. Сегодня мы рассматриваем пример на шаблон, образец, на примере компании, занимающейся текстилем. То есть это ковры, это чехлы для подушек, это подушки, это накидки для кроватей. То есть вот текстильная промышленность. Мы, когда этот проект делали, мы, в общем-то, для себя назвали эту компанию «Замена Икеи». Так вот, именно икеевский такой текстильный ассортимент у компаний на складе и имеется. То есть можно сказать, что это легкая промышленность нашей страны. Итак, что нам нужно проверить? Нам нужно обязательно убедиться, что все до одной ячейки нужных нам колонок, а я их выделил специально розоватым цветом кирпичным, что все эти ячейки, они точно заполнены данными. Если у нас сами строительные материалы, нам важно будет вес. Но так как мы сейчас занимаемся, на примере смотрим текстиль, нам вес в текстиле особого значения не имеет. То есть мы и так знаем, сколько у нас весит один кубометр текстильной продукции. Итак, полнота. Все точно строчки, все ячейки, код 1С и наименование. Помните, да, эта пара, этот дубль, они всегда друг другу соответствуют и всегда есть во всех формах. Дальше. Выгруженная товарная группа. Обращаем внимание, что абсолютно все строки заполнены товарной группой. Если какая-то строка товарной группой не заполнена, мы с вами должны это заполнить. Дальше. Размер упаковки. Здесь имеется в виду упаковки, в которой содержится одна единица продукции. То есть вот в такой терминологии у этой компании весогабаритные характеристики товаров фигурируют. Помните, я рассказывал на прошлой лекции, что можно прийти к длине, ширине, высоте и объему одной штуки через либо индивидуальный замер каждой единицы, либо через размеры групповой упаковки и объем этой групповой упаковки, деленный на количество вложений. Вот мы тоже выйдем на объем одного изделия, одной штуки. Поэтому вот здесь для чего эти размеры? Только для того, чтобы впоследствии, я покажу уже на следующей закладке, прийти именно к кубометрам, к объему одной единицы измерения. Ну и, конечно же, единицы измерения тоже должны быть заполнены. Квадратные километры, штуки, единицы и так далее. То есть для того, чтобы понимать, с какими единицами мы работаем. Есть. То есть проверили. Ничего пустого быть в выделенных колонках не должно. Если нам с вами потребуется заполнять невыделенные колонки, то значит мы их всегда можем заполнить, беря еще данные откуда-то, выгрузив их, либо саппроксимировав. То есть предположив, какие габариты или какой вес может быть у того или иного изделия. Еще один момент. Иногда у нас с вами не на всех товарных позициях есть, допустим, длина. Но мы можем спокойно посмотреть по товарной категории ковры. В подавляющем большинстве встречается, допустим, размер 76 длина. Это означает, что если у нас с вами там 6-8% наших товарных номенклатур в категории ковры не заполнено длиной, то великая доля вероятности, что и у остальных незаполненных мы можем заполнить спокойно среднеарифметическим, то есть 76. То есть вот я даю подсказку на предмет того, а если вдруг не все данные у нас есть. Но также можно, мы с вами прекрасно понимаем, то есть те люди, кто работают с этими товарами, они уже понимают объемы. Объем одного ковра, я не знаю, объем одной футболки, да. Поэтому еще и этим специализированным знанием тоже можно пользоваться. Ну не знаю, там фильтры масляные, у нас там на 600 штук есть объем каждого фильтра масляного, а на 28 штук нету объема. Очень велика доля вероятности, что и эти 28 единиц будут тех же примерно объемов, тот же объем занимать. Поэтому вот аппроксимация, она наверняка здесь будет в ваших случаях. Не стесняйтесь ей пользоваться. Конечно же, вдумчиво и не перегибая логики, да, то есть логично это нужно делать. Вторая форма запасы. Ничего нового, аналогично. Все строчки, все колонки должны быть заполнены. То есть на каждое первое число месяца здесь у нас была выгрузка, каждый документ, каждая строка, извиняюсь, каждый артикул, это запасы, каждая номенклатура, какое количество штук было на этот момент, ну и соответственно единицы измерения. Также сюда можно либо догрузить, было изначально, либо можно будет впоследствии из формы 1 выгрузить товарную группу. Чуть позже расскажу для чего и зачем. Форма 3, аналогично. Наша самая начальная таблица содержит дату поступления, номер документа. Важно, тип документа у нас здесь уже теперь появляется. Забегая немного вперед, по типу документа мы будем отделять товарный поток, который идет от поставщиков, от товара потока, который идет в возврат от покупателей. То есть так как поставщики и покупатели все-таки к нам на склад привозят разные партии, с разной чистотой, с разным количеством строк товары, поэтому нам важно их друг от друга отделять. Если у нас 8 поставщиков, и в принципе они возят, так скажем, примерно одинаково, то можно этих поставщиков уже между собой не делить. Но вот товаропотоки входящие, в этом документе, в этой форме, мы должны будем уметь разграничивать. Артикул товара, то, что уже и в прошлом вебинаре объяснял, та же самая связка с номенклатурой, единицы, количество, то есть сколько штук, ну допустим, по этой строке, 1 февраля, внешнее перемещение, а здесь внешнее перемещение имеется в виду из другого склада, из географически другого склада, значит это тоже входящий поток внутрь нашего будущего склада. Ковер с таким-то артикулом, один квадратный метр вошел. Здесь вот смотрите, как раз наблюдается одна вещь. Мы с вами видели в первой форме, что везде только штуки, а здесь появляются квадратные метры. Так вот, оказывается, у этого заказчика, у этого клиента, в некоторых товарных позициях, вместо штуки, проставлено квадратный метр. То есть, все, что мы сделаем, это мы заменим, да? Помните нашу с вами фильтр сортировку? Я выберу все, что метр и все, что квадратный метр и заменю это все на штуки, в конце концов. То есть, данные меняю под нужные, извиняюсь, не данные, а единицы привожу к правильному соответствию. Форма 4, так, форма 3, это поступление было, форма 4. То же, все то же самое, повторяться не буду. Все строки, всех колонок должны быть заполнены. Каких именно колонок, я на прошлом вебинаре пояснял, почему они важны. Есть. Проверили, все данные есть. Второй этап работы с таблицами это обогащение одних форм данными из других. Итак, возвращаемся к форме номер 1. И помните, я говорил, да, товарные категории есть. Товарных категорий у заказчика 16 штук. Причем, смотрите, допустим, есть комплект подушек, есть подушка, есть внутренняя подушка. И на самом деле, все эти подушки, в общем-то, с логистической точки зрения, это подушки, они одинаковые. Да, они отличаются от ковров. Да, они отличаются от сложенных там в конверт, да, или там, как-то правильно называется, там, в плоскость штор. Поэтому, что мы сделали? Мы, посоветовавшись, пообщавшись именно со специалистами склада, предложили им, ну, скажем так, объединение, да, то есть товарных категорий в товарные группы больше, более высокого уровня. Что у нас получилось? Что в ковры, в категорию, теперь попадают ковры и подложка. В мебель, пуф, стул. В текстиль, шторы, покрывало, чехол и так далее. То есть, мы говорим, что вот эти номенклатуры, точнее, эти товарные категории, попадут вот в эту сводную общую. Ну и все, и начинаем обогащение, как я и говорил. Смотрите, вот наша товарная группа прежняя. Мы спокойно отфильтровали по нужным нам категориям. И вот в этой колонке, которая изначально пустая нами созданная, да, категория, мы спокойно все, что мы решили отнести к подушкам, заполнили, что это подушки. Все, что по товарной категории решили отнести к коврам, отнесли, написали, что это ковры. И так далее, и так далее. То есть, про первое обогащение, да, это мы добавляем категорию более высокого уровня. Допустим, можно обувь, одежда. Или в одежде можно дополнительные категории взять, допустим, шорты, да, плавки, там, летние футболки. Можно объединять их в категорию, не знаю, летняя легкая, как вариант. И так далее. То есть, именно по параметрам, во-первых, их логистическим весогабаритным, во-вторых, скажем так, типу входа или выхода. То есть, если мы сами принимаем все вот это только палетами, кирпичи, а вот это принимаем, допустим, там, только штучно, допустим, люстры, да, то, конечно же, кирпичи и люстры вроде бы ни то, ни другое, так скажем, ни ковры, да, но в то же время это все-таки две разные товарные категории. То есть, вот здесь нужно включить обязательно логику и понять, что отнесем к этой товарной категории верхнего уровня, что к этой. Есть второе обогащение кубометров одной штуки. То есть, помните, у нас есть длина, ширина, высота, причем здесь она у нас в сантиметрах. И здесь мы включаем наше умение пользоваться, умножить и разделить и спокойненько умножаем длину на ширину, на высоту и здесь, обратите внимание, мы еще делим на 10 миллионов для того, чтобы сантиметры линейные перевести в кубометры. То есть, чтобы, не дай бог, не получилось, что у нас одна маленькая наволочка на самом деле занимает половину кубометра. То есть, вот здесь важно не ошибиться. Я иногда себя проверяю через, ну, в интернете есть обычный стандартный калькулятор, перевод единиц и величин из одних в другие, поэтому, вот, чтобы здесь не произошло этой ошибки, я, как правило, его использую. Есть. То есть, вот оно обогащение нашей первой формы. Самое важное, что мы здесь, категорию верхнего уровня и объем каждой единицы. Вот именно этот объем нам, в принципе, будет дальше уже играть большую роль на всех остальных формах. Форма 2. Чем мы ее обогащаем? Видите, я здесь специально выделил закладку синим, да, и те строчки, которые, извиняюсь, колонки, которые новые появились, они тоже выделены синим, бирюзовым, фиолетовым, у кого какая цветопередача. Итак, что мы здесь делаем? Мы помним, что запасы у нас, предположим, на первое число каждого месяца. Мы помним, что 1 февраля на самом деле в рамках месяца февраль, 1 марта на самом деле в рамках месяца март. То есть, мы для простоты, чтобы можно было группировать по дате и не видеть 1 февраля, 1 марта, 1 января, видеть просто февраль, март, апрель, да, мы просто дополнили колонку, ну и тут стандартно, отфильтровали по февралю, по 1 февраля, заполнили февраль и так далее. Дальше, еще 3 колонки дополненные. Та самая категория, помните, не наша товарная группа 16 наименований, а наша товарная категория 4 наименований. Перенесли сюда данные. Причем, смотрите, сюда данные можно переносить двумя способами. Первый способ, о котором я говорил в первой таблице, это мы фильтруем по товарной группе и пустые ячейки заполняем нужные нам верхней товарной категории. А здесь уже аналитик провел по-другому, более просто, более быстро работу. Что он сделал? Он воспользовался инструментом ВПР. Как он работает, инструмент ВПР? Инструмент ВПР говорит в программе, найди, пожалуйста, вот в этой таблице, в изначальной, найди, пожалуйста, в этой таблице код 1С. Из этой строчки, в которой есть этот код, из колонки, вот этой, найди соответствующие этому коду значения кубометров. И это значение кубометров вставь вот сюда, в эту ячейку. То есть, грубо говоря, программа ищет данные, соответствующие тому же артикулу в соседней таблице, и вносит эти данные сюда, в пустую ячейку. Все, дальше просто протянув вниз, мы получаем перенесенные данные либо подушки, текстиль, ковры, либо кубометры одной единицы. Ну и опять умножить, разделить. Мы спокойненько умножаем количество штук запаса, да, наша колонка количество единиц товара, умножать на колонку кубометров на одну единицу. Соответственно, получаем вот в этой колонке сколько в кубометрах на самом деле вот эти запасы в складе занимали. То есть, именно на 1 февраля, на 1 января, да, и так далее. И смотрите, опять же, чуть забегая вперед, мы с вами уже можем сказать, а сколько вообще в феврале было кубометров. А сколько было в феврале подушек кубометров. А сколько было в феврале текстиля кубометров. Соответственно, мы можем по каждому из месяцев и по каждой товарной категории выбрать, показать в сводной будущей таблице, чуть ли не сейчас дальше придем, значения суммарные, либо не суммируя их. Итак, обогатили форму 2. Идем к форме 3. Вот дальше уже, как говорится, все то же самое. Форма 3, поступление товаров, та же самая колонка февраль, март, апрель, май, то есть месяц, и те же самые три колонки. Категория кубометров одной, одна единица и кубометров всего. И опять же, по этой таблице, переведя ее в сводную, мы спокойно можем по каждому типу документа, помните, я говорил, возврат, закупка, перемещения, по каждому типу документов мы можем выбирать внутри февраля, марта, апреля, месяца, сколько вообще кубометров входило, а сколько кубометров входило той или иной категории в рамках каждого месяца. А еще мы можем даже по датам это делать, то есть по поступлениям, это уже у нас даты первое, второе, третье, то есть можем по дням построить график поступления категории мебель, ну и так далее. Уже довольно далеко забежал. Форма номер четыре отгрузка, помним, что она аналогичное поступлением, только это выход из склада. Вот здесь в компании выход из склада единственный, он всего лишь в собственные магазины, но есть компании, в которых есть каналы продаж, но больше чем один. Это собственные магазины, это оптовики, и это допустим интернет магазины. Вот все три канала, у них выходящий товаропоток разный. Оптовики приезжают грубо говоря раз в неделю забирают фуру. Собственные магазины каждый день по восемь коробок, а интернет канал, интернет магазин каждый день по 60, 80, 400 или 5 тысяч заказов в каждом по одной по две штучки. То есть видите, очень разные отгружаемые заказы, разные документы. Соответственно нужно все три эти категории уметь друг от друга отсортировать. Поэтому если бы у нас здесь было три канала, у нас бы была обязательно дополнительная колонка, либо канал продаж, либо иногда клиент, которого потом приравнивают к каналу, то есть все клиенты, у них есть какие-то категории, у них есть или А, Б, Ц, или еще что-то, их спокойно можно уже по каналам распределить. Либо можно допустим по номерам документов, вот у нас оптовику, это там первая буква О в документе, канал допустим собственные магазины, буква М, канал допустим интернет-магазин, канал И, ой, извиняюсь, буква И, то есть по какому-то признаку номера документа тоже имеет возможность часто понять о какой заказ отгружен в какой канал. То есть если так, то мы добавляем колонку и обязательно ставим дополнительный признак какой канал отгрузки. Ну и соответственно дорабатываем точно так же четвертую форму месяц, категория, объем одной единицы и объем всего этой строки. То есть здесь у нас отгружено. Ну и что мы понимаем? Что вот по девятой строке 1 февраля ковер вот именно этот в количестве одной штуки был отгружен и занимал он 0,008 кубометра. То есть вот на этом именно доработка или обогащение наших форм заканчивается. И дальше переходим уже к самому интересному к профилированию. Но перед тем как показать самое интересное я должен показать а в какие же в принципе таблицы и того мы должны сместить все наши полученные будущие данные. Итак вот рядом у меня с закладочкой инструменты наши еще есть три закладки запасы вход выход то есть вот это именно те таблицы которые мы будем заполнять профилируя все наши данные. Итак запасы наиболее простая таблица здесь есть характеристика то есть кубометров в запасе или SKU или объем запаса одного SKU здесь есть колонка единицы измерения есть спаренная колонка эталонные значения причем обратите внимание среднее эталонное значение и максимальное эталонное значение для того чтобы у нас было больше понимания вообще какой разброс между серединой и максимумом минимум мы не показываем почему потому что сейчас с точки зрения именно проектирования будущего склада нам минимальные значения наименее интересны будущий склад не должен быть спроектирован исходя из отсутствующей работы в прошлом году на нашем складе. Поэтому, если мы так все-таки сделаем, то наши с вами амбиции отдела продаж, ну, наш будущий склад все-таки не оправдает. Поэтому нужно брать, как правило, берется максимальное значение запасов входящего потока, исходящего. Но нужно смотреть, нельзя бездумно действовать, на графиках дальше я покажу. Если у нас вдруг по каким-то причинам всего лишь один раз за последний год был пик запасов чего-то, и этот пик, допустим, был связан с чем-то, ну, как вариант с ошибкой человека, да, он заказал вместо 10, 100. Так вот, нельзя эту ошибку закладывать в качестве будущей обязательной ошибки в будущем складе. То есть вот для того, что графики и будем строить, для того, чтобы визуализировать эти данные и понять, нет, здесь была ошибка, это мы не принимаем максимальное значение в расчет, а здесь ошибки не было, вот эти значения берем в расчет. То есть вот именно для этого мы берем две колонки в эталонном периоде, средние и максимальные. Также будем заполнять впоследствии, в самом конце, эту целевую колонку. К ней приду, когда до нее дойдем. Вход аналогично. Критерий, единица измерения, эталонное значение. Выход. Критерий, единица измерения, эталонное значение. Итак, с формы номер один, с точки зрения ВПР, нам ничего делать не нужно. Она у нас подготовительная, то есть из нее мы как раз берем все данные по объемам. А вот с формы номер два, запасы, мы уже можем начать профилирование. Ну и что такое сводная таблица? Мы выделяем весь диапазон нужной нам таблицы и начинаем ее, то есть выделить диапазон, вставка, сводная таблица. Там предложат на этот лист или на отдельный, будем на отдельный. Ну и вот, пожалуйста, такая вот сводная таблица, сейчас в левом верхнем углу, она у нас появится. И что эта таблица нам сейчас показывает? Она нам показывает, что вот по категориям ковры, мебель, подушки, текстиль, по месяцам, объем хранения был следующий. По месяцам мы помним, что на первое число каждого месяца, да? То есть на 1 февраля 2021 года ковров на складе было 67 кубометров. А допустим, на 1 июля, вот я специально выделяю перекрестие, 1 июля, мебели на складе было всего лишь 1 кубометр. Хотя обратите внимание, а в феврале их было и в январе 84 кубометра в запасе. То есть вот уже таблица нам сразу же показала при элементарных двух настройках объемы запасов по месяцам. Дальше мы можем спокойно, меняя какие-то поля, вытаскивать их либо в суммарные значения, либо в столбцы. То есть мы можем по-разному, настраивая сводную таблицу, получать уже разные данные. Как я и говорил, можно штук, да? То есть, допустим, в феврале ковров было 67 кубометров. Можем точно так же, просто поменяв поля в сводной таблице, узнать, а сколько при этом было штук ковров, а сколько СКЮ было ковров. То есть, смотрите, уже получаем профилирование запасов, да? То есть ковров было 67 кубов, допустим, при этом 1000 штук, а СКЮ было всего 2. Понимаем, что значит у нас в среднем, подчеркиваю, в среднем, потому что если всего 2 СКЮ нужно ковыряться, может быть, одного СКЮ была одна штука, а другого СКЮ было 999 штук. То есть в среднем у нас одно СКЮ ковров занимало бы столько-то кубометров или столько-то СКЮ при этом, да? Ну и графики. Куда же без них, как говорится? Графики очень хорошо помогают визуализировать все цифры. Ну, допустим, вот по коврам опять же пойдем, да? Видим, что у нас ковры менялись с точки зрения запасов вот в каком-то диапазоне. Обязательно надо задать вопрос тому, кто был весь год рядом со складом. Слушайте, а почему у нас с вами в феврале и марте 2021 было всего лишь там 70 кубов запасов, а потом мы с вами вышли на 230, на 175, в связи с чем? И тут должно последовать объяснение, потому что мы стали делать ставку на ковры, потому что там нам предложили хорошую цену, низкая стоимость, высокая маржинальность, и поэтому коммерческая служба начала его развивать. То есть вот эти графики, они должны, они служат в первую очередь, конечно же, для верификации, для проверки данных вообще, которые мы выгрузили. А действительно ли ковры в истории прошлого года себя так вели? Может быть коммерческая служба скажет, не-не-не, слушай, что-то у тебя ошибка, на самом деле мы ковры продавали к июню, а потом вообще перестали продавать, и, соответственно, и на складе их не было, потому что их не было на складе, да? Тогда нужно уже пойти и понять, а откуда ошибка? А может быть мы сами на самом деле виртуальные какие-то перемещения, да, или виртуальные запасы выгрузили, или, допустим, склад брака как вариант. То есть вот все вот эти виртуальные вещи, которые не касаются фактических перемещений, фактических кубометров запасов, да, фактических там стоков, это мы должны исключить, потому что виртуальные работы склад не делает, склад делает фактические работы. Вот это прям корень, что ли, да, вот проверки данных. Ну и смотрите, по мебели, да, буквально два слова. В компании мебель в январе 22-го года стрельнула, почему? А потому что они решили, что теперь они будут на мебели зарабатывать больше. У них как раз, вот я привел пример, мебель им дали хорошую скидку поставщики, и поэтому они ее стали продавать больше, и в запасах теперь ее стало больше. Ну и еще, так график, скажем так, более или менее визуализирует, но ему абсолютно верить нельзя, потому что все-таки он на годе построен, да. То есть что нам этот график говорит? Что всего, в общем-то, с точки зрения территории, которую занимают товарные категории в складе, ковры по своим кубометрам, ну, занимают больше, 57%, то есть больше половины. Примерно 27%, то есть треть от всего склада, занимал бы в прошлом году текстиль. Ну и, соответственно, 7-10% подушки и мебель. То есть, так скажем, общее понимание объема запаса той или иной товарной категории мы вот из этого графика можем взять. Подчеркну, общее понимание, потому что если проваливаться внутрь месяцев, да, и так далее, то уже будет, картина может и меняться внутри года. То есть вот мы сами провели профилирование запасов. Провели, но пока данные не внесли в сводную таблицу, таблица эталонных данных, запасы. Итак, вот наши 4 товарные категории, которые, да, собой явили те предыдущие 16. И мы говорим, что в среднем ковры занимали 150 кубов на складе. Максимум их было 229. Мебель занимала 15, максимум 84. Подушки текстиль аналогично. Перепрофилировав ту самую сводную таблицу, как я и говорил, мы можем кроме кубометров получить, а какое же было количество СКЮ. В среднем ковров было 272 позиции. При этом максимум их было 340 в одном из месяцев. Ну и так далее. То есть мы заполняем эталонные значения, средним и максимальным. Ну и зная, сколько кубометров занимали ковры в среднем, и сколько при этом было номенклатур, мы можем спокойно получить, а сколько было на самом деле кубометров среднеарифметическое. То есть это математическое вычисление, это еще не геометрическое. Какое количество кубометров занимала в среднем одна номенклатура. Вот эти данные, вот эти, они нам впоследствии, даже не эти, а вот эти целевые, но сейчас я к ним приду, они нам подскажут, а примерно каких габаритов могут быть ячейки для наших товаров, а сколько таких ячеек может нам понадобиться. А зная еще и тип обработки, тип товара обработки, вручную, по грузчикам или гидротележке, или еще чем-то, мы уже можем предположить, какие могут быть использованы системы хранения в принципе для этих товаров. И вот помните, я когда рассказывал на прошлом вебинаре про второй этап, то есть когда мы начинаем примерять, а какие вообще стеллажи, какие ячейки, какие системы могут быть с точки зрения хранения применены к этим товарам. Ну вот, вот это и вот это точно не могут, да, а вот эти три могут. А с точки зрения входящего потока, не буду забегать, сейчас к входящему потоку приду. Есть, заполнили эталонные значения. Дальше идем к входящему потоку. Берем ту же таблицу поступления, только обогащенную, да, выделяем также весь диапазон и переводим ее спокойно в сводную таблицу. Вот она, пожалуйста, специально тоже выведена на отдельный листок. Аналогично, как я и говорил, что мы можем делать? Мы можем спокойно по месяцу, по типу документа поступления или возврат, да, понимать, а сколько СКЮ в среднем документе поступает, поступления, а сколько, соответственно, строк, да, а сколько кубометров в среднем документе, а сколько вообще таких документов в месяц, ну, а зная, сколько у нас с вами рабочих дней, да, зная про режим работы склада, мы понимаем уже, а сколько в среднем в рабочий день документов входило на склад поступлений, а сколько документов в среднем в день, причем, смотрите, февраль, март, апрель, да, и так далее, входило на склад возвратов. Отлично. Каждое поступление, оно какое вообще? Палетное? Это фуры? Или это, не знаю, там на газели привезли полпалеты? И эти полпалеты это одна номенклатура? Или это 66 номенклатур на полпалеты? То есть вот зная эти данные за весь год, да еще и по каждому месяцу, мы можем спокойно видеть не просто историческое событие, какую-то замершую фотографию 15 июля, а мы можем видеть, как эти данные менялись в течение года. И предположим, мы выясняем вот на тех же самых графиках, на тех же самых графиках, как вариант, да, а вообще от поставщиков приходят к нам товары в течение года. Сейчас, секунду, вот они, графики. Объем каждой поставки такой же, как год назад, или меняется? Частенько бывает, что мы, как чьи-то покупатели, да, как чьи-то клиенты, говорим нашим поставщикам, ребят, мы хотим за те же самые деньги покупать товары, но не такими большими партиями, потому что морозить деньги там, да, большими партиями на складе, на своем, ну не очень-то хочется. Поэтому давайте-ка мы будем снижать каждую партию, будем теперь не по фуре брать, да, раз в неделю, а будем два раза по 10 тонн брать. Или, не знаю, там, еще чаще и еще по меньшему объему. Почему? Да потому что вот у нас склад неогромный, и мы не можем вмещать в него там сразу 20 тонн разового. Да еще у нас товарных категорий не одна. То есть могут быть какие-то причины, которые влекут за собой изменения входящего товаропотока. И мы это должны отрефлексировать. Причем мы должны в истории это увидеть, в графиках это прочувствовать, и внести это, пока внести, а потом будем обсуждать с нашим маркетингом, да, и отделом снабжения, и внести это в таблицу эталонных значений. Входящий поток. Смотрите, я здесь специально выделил оранжевым те данные, которые нам, ради которых, в принципе, вот эта таблица именно по входящему потоку и есть. Но остальные данные, они тоже важны, они, так скажем, подготавливают нас для итогового. Итак, сколько документов было в месяц? Спокойные сводные таблицы мы берем в среднем. Вот видите, здесь 44 поставки в день, 44 документа в рабочий день в среднем поступало от поставщика. Максимум их было 90. Возвраты при этом 196 документов в среднем в один день. Ой, извиняюсь, в месяц. 434 – это максимальное количество в месяц. Помните, да, что мы по каждому месяцу помним количество рабочих дней, как минимум это есть в интернете, табель-календарь производственный. И мы спокойно, деля каждый месяц на количество рабочих дней, понимаем уже, а сколько заказов было в день. Ну и вот, пожалуйста, мы понимаем, что каждый день наш склад от 2 до 4 документов принимал от поставщиков. Пока только о документах, да? От 9 до 21 документа принимал возвраты. Далее, посчитав объем поступлений в месяц, помним опять же, да, сводную таблицу, мы вычисляем объем в рабочий день. Именно кубометров уже в рабочий день, да? Ну и теперь уже начинаем вот эти 2 диапазона между собой сверять. То есть поставок в среднем было 2, при этом они занимали 8 кубометров. То есть это значит, что каждая груба по 4 кубометра, да? Слово груба нужно будет обязательно перепроверять, потому что, может быть, от одного поставщика мы получаем, не знаю, маленький пластиковый шарик один раз в день, а от другого поставщика получаем там миллион, ну не знаю, каких-нибудь хомутиков пластиковых, которые поштучно идут, а не пачками. То есть тоже нужно обязательно рефлексировать вот эти поступления. Если так, то их тоже нужно друг от друга отличать, как я и говорил, там, кирпичи от чего-то уже не помню. То есть в рабочий день к нам поступает в среднем 11 документов, которые разбиваются на 2,9, при этом кубометров к нам поступает 8, которые разбиваются на 8 от поставщиков, и всего лишь 0,19 кубометра, это 9 возвратов в день. То есть вот уже в кубометры переводим, да, наши цифры. Строки аналогично, так, извините, отмена, строк в месяц, строк рабочий день. И в конце концов мы выходим на понимание, что в среднем 11 заказов к нам поступает, и каждый заказ на самом деле, поставщика это 0,29 куба, 0,014 куба, это возвраты. И строк от поставщика в среднем 14, видите, а возвраты это в среднем одна строка. То есть, грубо говоря, там отправили домохозяйке что-нибудь, ей не понравилось, и она это что-нибудь от своего заказа отказалась, это единственная строка к нам и вернулась. То есть вот мы профилируем поставку и возвраты между собой. Есть. Таким образом мы заполнили эталонные значения для входящего потока. То есть вот оно, профилирование входящего потока. Здесь, обратите внимание, у меня еще есть скрытые строчки, допустим, вес. Для тех товарных категорий, которые не текстиль, я так выражусь, да, допустим, это продукты питания, у них очень могут быть разные весы, да, допустим, там палет чипсов и палет масла, растительного, ну, совсем прям разные веса палеток. То есть тогда мы тоже здесь эти цифры, анализируя в сводных таблицах, профилируем и вносим. Вот. Ну и форма 4. Ничего нового, как говорится, все то, что было в предыдущей форме, поставка, выделяем весь диапазон, сводная таблица, и получаем графики. Аналогично, через сводную таблицу, мы профилируем и получаем, допустим, и того отгрузка, и того поступления, извиняюсь, и того отгрузка ковров, причем штук, кубометров, строк, ради бога, любая призма. То есть все, что есть вот в этой нашей таблице, с точки зрения колонок, по каждому критерию мы можем спокойно провести это профилирование. По количеству, по категории, по, даже можем, строк в заказе, да, по месяцу, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это нам позволяет через разные плоскости взглянуть на наш товаропоток исходящий. И вот тут, когда мы с вами уже эти графики построили, увидели, что ошибок нет, да, какие-то экстремумы, или наоборот провалы, ошибки эти устранили, или наоборот убедились, что это не было ошибкой, и это нужно предусматривать. Мы также переносим все в таблицу эталонных данных, только уже исходящий поток. И аналогично мы должны понять, сколько в день, кстати, обратите внимание, у этого клиента только в собственные магазины отгрузка. Аптовикам нет, но я даже не включил сюда строчку интернет-магазины. Отгрузка в собственные магазины 397 в рабочий день накладных на отгрузку. Каждая накладная всего лишь 0,15 кубометра, и при этом всего лишь одна строка в среднем. То есть вот так выглядит средний рабочий день склада в прошлом. Ну или максимальный рабочий день аналогично. Так вот, теперь наступает некоторое... один важный момент. Мы с вами, опираясь на исходящий поток и входящий поток, можем верифицировать снова еще одна призма проверки данных. Если мы с вами выясним, что ковров в среднем приходило 6 кубов, а уходило в среднем 60 кубов, простите, нестыковочка, да? Не может быть такого. И наоборот, приходило 60 кубов, уходило по 6 кубов в среднем, а запасы при этом не росли на 54 куба в месяц. То есть вот, беря в расчет вход запасы и выход, мы тоже начинаем, как я в свое время говорил, через графики, через экстремумы и наоборот падения, мы тоже начинаем еще раз контролировать правильность предоставленных данных и задаваться вопросами, а так ли оно? А действительно ли, если действительно у нас там уходило по чуть-чуть, а приходило по многу, мы должны это увидеть в графиках по тем же самым, допустим, креслам, извиняюсь, мебели, что каждый месяц запасы все больше, 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 больше. Ну, а если так, то, соответственно, данные верны. Если не так, то, соответственно, нужно искать, где ошибка. То ли в отгрузках в запятой ошибка, то ли в поступлениях в запятая ошибка, то ли не те данные выгрузили. То есть вот обязательно двойной, тройной контроль должен проходить весь этот документ. Для того, чтобы, я повторюсь, вот это фундамент, да, то есть та же фраза, которую я говорил на прошлом вебинаре, это фундамент нашего будущего склада. Для того, чтобы что-то делать, нужно знать, какое оно должно быть. А для того, чтобы знать, какое оно должно быть, нужно понять, а что было, и как это было, измениться должно. Так вот, именно поэтому важность этих данных, она очень велика. Построить склад, ткнув пальцем в небо, большие затраты, большие инвестиции, с малой эффективностью будет очень неприятно всем участникам, как говорится, строительства и эксплуатации. Итак, и финал моего повествования сегодняшнего, это целевые характеристики. Итак, у нас с вами уже есть в запасе, да, и в закладках средние, максимальные значения, есть графики, и есть пустая колонка цель. Мы берем наш отдел снабжения, берем отдел маркетинга, отдел продаж и желательно еще и лицо, принимающее решение по вообще инвестициям и развитию компании, иногда бывает еще директор по развитию. И вот эти люди, они все прекрасно понимают, как компания должна, потому что есть, допустим, от собственников инвесторов какие-то задачи по развитию бизнеса, в процентах или в штуках, или вдоль рынка, это не важно. Но есть в любом случае у любой компании ориентир, куда идти. И этот куда, как правило, неправильно, этот куда идти всегда оцифрован. Мы хотим долю рынка не 6%, как сейчас, а в течение 5 лет достигнуть 25%. Вот эту задачу маркетологи или отдел продаж, они ее уже транспортируют, интерпретируют в цифры. Они говорят, мы будем этого добиваться за счет локаций других, это значит, что тем же самым товаром, только уже другим клиентам. Для нас это значит, что номенклатуры будут те же, а заказов на отгрузку будет больше количества штук, потому что новые клиенты сразу много не берут, поэтому исходящих запасов будет столько, извиняюсь, исходящих заказов будет больше. То есть задачи от бизнеса, все те подразделения, которые я перечислил, они их спокойно в свои показатели могут превращать. И мы спрашиваем, ребята, отдел снабжения, вот вы знаете, что цель у нашего бизнеса вот столько-то процентов плюсов в течение стольки-то лет вот по таким-то товарным категориям, как сказал отдел маркетинга. Не вопрос, отдел снабжения говорит, тогда для того, чтобы мне удовлетворить потребности отдела маркетинга, мне придется увеличить входящий поток, то есть у меня теперь будет столько же документов приходить в рабочий день, допустим, максимум 4, но вот объем каждого документа ко мне будет не 0,41 куба, а по 6 кубов или там по 0,8 куба. А может быть он вообще скажет, через 2 года 0,4 превратятся в 0,8, а еще через 2 0,8 превратятся в 1,16. То есть понимаете, вот эти данные ретроспективные, они уже спокойненько через задачи превращаются в целевые, причем здесь я привожу элементарно просто одну цель, один 2025 год, но ведь 2025 год к нему еще нужно прийти, а кто-то строит склад-то не прям сегодня, не арендует уже готовый, а будет его строить, а соответственно стройка 2 года и так далее, и так далее, поэтому в общем-то надо на самом деле склад-то строить не на 2025 год, а на 2022 или 2023 поэтому можно еще построить цель 2025, цель 2027, цель 2030. То есть вот эти данные мы тоже собираем у отдела снабжения. То есть отдел снабжения говорит, я буду тогда поставлять от того же поставщика, но другими машинами уже не 5-тониками, а 10-тониками. Поэтому кубометров в каждом заказе будет входящим больше. Но и на складе я буду теперь хранить не 229 максимум кубов, а в среднем 286. Все, мы сами эту цифру записали и должны будем ее интерпретировать. Соответственно, 286 записали, мебели мы будем 92 куба, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот все те участники, которые принимают решение, чем, как достигать задач, поставленных бизнесом, они должны нашему складу, нашему отделу логистики сказать, чего мы будем покупать. А может быть, кстати, маркетинг скажет, не, ребят, я буду на самом деле расширять ассортиментную линейку. И это, кстати, было вот у этого клиента. Он говорит, я, видите, по подушкам начну лидировать. Я не 115 номенклатур, а 200 буду брать у поставщика. А вот по текстилю, не, 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 больше расширять линейку не буду. То есть инструментарий, чем добиваться развития бизнеса, он на самом деле многогранен. И вот эти грани нам важно узнать от снабжения, от маркетинга, от продаж. Чем, кому, как они собираются развивать бизнес, и как это отразится на наших с вами показателях. Все, записали цель входа, записали цель выхода. И вот эти данные, они уже для второго этапа являются исходными. Именно они нам подсказывают, сколько каких ячеек нужно. Именно они нам подскажут, сколько доков нужно, чтобы весь входящий и исходящий поток обслужить именно в наш с вами режим работы. Сколько нужно площади для зоны приемки, сколько нужно площади для зоны отгрузки, а сколько ячеек для зоны отбора, а сколько людей для того, чтобы отобрать все эти документы и все эти строки и отгрузить вовремя. То есть вот на все эти вопросы нам как раз колонка цель и даст ответы. Юрий, у меня пока все. Я готов передать тебе слово. Если я немножко выбился из графика, прошу меня остановить. Мне самому было очень интересно. Да, Александр, большое тебе спасибо. На самом деле очень интересный рассказ. Очень интересно, что это такое. Я думаю, у наших коллег, у наших заказчиков теперь есть понимание, насколько же все-таки это непросто спроектировать склад. И даже на этапе верификации данных, даже на этапе просто сбора информации, это уже достаточно трудоемкий процесс. Как ты правильно сказал, не получится пальцем в небо и построить склад, который предполагается. Ну, а теперь, коллеги, перейдем к самому, наверное, животрепещущему вопросу. Кто стал победителем нашего розыгрыша? Это компания Мухаммади Фердаус, которая занимается продажей масел и автозапчастей на территории Республики Таджикистан. Участником конкурса от компании был Михаил Шонников. И мы от всей души поздравляем победителя. И еще раз хотим сказать всем участникам розыгрыша большое спасибо. Уверены, что в будущих конкурсах, в будущих розыгрышах от компании AxiLot вам обязательно повезет. Теперь, коллеги... А, кстати, видео данного розыгрыша есть в наших телеграм-каналах. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Есть QR-код на слайде, да, на страничке. Будем рады вас видеть и следите за нашими новостями. А теперь, коллеги, предлагаю перейти к блоку вопросов. Александр рассказал достаточно объемную тему, да. Я думаю, у вас должны возникнуть какие-то вопросы. Мы с Александром с радостью на них ответим. Спасибо. Спасибо.